Приветствую моих любимых подписчиков, а также всех зрителей и гостей на моем канале. С вами Ориона и мы продолжаем выживать в Римворлде. Исследование по вашим советам, ребята. Да, хотела вас поблагодарить за ваши советы. Сейчас изучаю пошив одежды, чтобы приодеть наших колонистов. И нашла я пивоварню. Не знаю, почему сразу не увидела. Вот она у нас, пивоварня. Давайте-ка мы ее сейчас и скрафтим, поставим. Крафтится из дерева и стали. Сейчас мы ее быстро установим. Рядом с бочечкой и бильярдным столом. Да, замечательно сюда помещается. Тоша кушает. Тоша у нас кушает. И по идее надо бы нам выделить какое-то отдельное помещение для животных. Хотя ладно, пока пусть бегают, пусть гуляют. Радуют глаз, да? Мне нравится, когда животные везде бегают дома. Так, что такое? Да, кстати, ребята, мне писали, что лучше поставить вентиляцию, поставить один или два вот этих вот обогревателя и везде установить вентиляцию, чтобы комнаты обогревались. Так что, наверное, так и сделаем. Так, раз, два, три. Четыре обогревателя у нас. Четыре обогревателя. И энергии не хватает. Также можно использовать вот эти вот паровые гейзеры. Мне предлагали их закрыть. Сделать комнатку небольшую и провести вентиляцию. Они будут согревать наше помещение. Дары природы, так сказать. Почему аптечка валяется на улице? Саламандрочка, ты уже несешь гранаты. Умничка. Тоша, ты у нас отвечаешь за перенос. Чем занимаешься? Тоша у нас играет в бильярд. Тоши некогда переносить. Тоша увлекся играми в бильярд. Так, лекарства есть. Мяска есть. Кушанье тоже есть. Все замечательно. Все выздоровели. Вот Женю только жалко. У Жени нету левой руки. Ребро еще ладно, терпимо. А вот с рукой, конечно, это беда. Очень жалко Женю. Что я хотела сделать? Давайте-ка мы займемся и правда сейчас поставим комнатку, сделаем вокруг этого парового гейзера. Потому что электричество мы еще не скоро выучим. Точнее, не электричество, а как же называется-то? Электростанция, которая ставится на эти паровые гейзеры. Мы ее еще выучим не скоро, поэтому давайте так и сделаем. Создаем. Ой, давно не играла, уже забыла. Стена из дерева или из песчаника. Сколько у нас кирпичиков? Кирпичиков много. Давайте сделаем из песчаника. Потому что дерево горит, мало ли молния бабахнет, или придут противники, гранату пульнут, и у нас все загорится. Песчаник, песчаник. Нет, песчаник. Не поняла. А, вот они, все. Слипа шарость иногда бывает. Ограждаем гейзер. И ведем его к общему помещению. Здесь поставим вентиляцию. Ну и надо будет куда-нибудь дверь поставить для удобства. Давайте сейчас еще дверку сделаем. Из дерева. Чтоб быстрее открывалось. Альпака гуляет. Шерсть выросла на 14%. Кто у нас что сверлит? А, Женя. Женя одной рукой у нас работает. Строит пивоварню. Какой умница. Пивоварня, задание. Смотрим, добавить задание. Типа сварить пиво. Давайте пока сделаем бесконечно. Бочка у нас стоит. Хмель у нас еще не успела испортиться, но подпорченная уже. Поэтому надо ее поскорее истратить. Сварить. О, Саламандочка побежала. Побежала готовить. Давайте посмотрим. Ни разу еще этого не видела. Что получится. И сколько это стоит? Сможем ли мы продать? Электрическая плита у нас без электричества. Готовит. Готовит. Вижу. Умничка. Ты у нас как? Со здоровьем. Легкая астма. Да. Мне писали в комментариях, что астма лечится только пересадкой легких. Значит, мы эту астму у нее... Ничего себе она чан потащила. Мы эту астму не вылечим. Вот это чанище. Ну-ка, положь, хочу посмотреть. Что это? Ворт. Свежая, неохлажденная. Испортится через 4 дня. Это съедобная? Эх, к сожалению, надо переводить. Рыночная стоимость, максимальное здоровье. Ладно. Посмотрим, будут они это кушать. Или это что-то несъедобное. Ну, по идее, из хмеля варится. Значит, это должно быть пиво. Или что-то такое. Какая-то настойка. А, Тоша! Куда понес? Тоша! Куда Тоша понес? А, погодите-ка. Он пошел бочку заполнять, что ли? Ну-ка, ну-ка. Точно, Тоша! Бочка заполняет. Я уж думала, он решил выпить этот чан. Тоша, не пугай меня так. Ладно, вот как это работает. Замечательно. Надо, наверное, больше бочек делать. А то Саламандрочка снова пошла готовить. Давайте поставим больше бочек. Создать. Мебель. Ой, какие звуки прикольные. Нет, не мебель. Производство. Бочечка. Сюда одну установим. И поставим еще в этот конец. У нас тут такая пивоварня получилась на кухне. Бильярдный стол. Ой, жесть. Зато уютно. И сюда бочечку поставим. Костер. Будет гореть еще 14 часов. Скоро прогорит. Надо будет костры менять. И да, вентиляция увлеклась. Женя, Женя, ты бы занялся чем-нибудь другим, бедняга. Мне так жалко смотреть. Он с одной рукой работает. И да, надо поставить стульчик. Мне также писали, что... Когда у нас поселенцы работают за станками, надо им устанавливать стульчики. Потому что вроде бы что-то им не нравится работать стоя. Давайте попробуем. Мебель. Стул получше сделаем. Из древесины. Так. Установить сюда. Наверное, и за кухонную плиту тоже стоит поставить стульчик. Я вот не знаю. По идее... Мы когда готовим за плитой, мы же не сидим на стуле. Разделочный стол. Пивоварня. Давайте поставим. Если что, разобрать всегда можно. Вот около этих станков надо будет стульчики установить. Тоша кирпичики таскает. Приоделся. А у нас прохладно снаружи. 10-9 градусов. Внутри 26-28. Тоже прохладненько становится. Где у нас еще есть станки? Заплету еще установим. Так, стоп. А Тоша сам травишки подкидывает в костер? Тоша, ты такой умница. Точно, смотрите-ка, он просто костер заправил сам. А я думала, он прогорит, и все, и конец. Надо будет новый крафтить. Вот оно как. Замечательно. Просто замечательно. Женя, с одной рукой под дождем стоит, работает. Вентиляция, да, ребята? Температура. Вентиляция. Жаль, что нельзя ее сделать из дерева. Ну ладно, будем тратить железо. У нас 333 штучки осталось, маловато будет. Пустим тепло в коридор. Так, здесь тоже сделаем вентиляцию. В каждой комнатке надо будет провести. Заодно и коридор обогреется. В общем, мы сейчас проэкспериментируем. Как у нас будет регулироваться температура. Просто, как я и говорила, ребята, я еще мало играю. В 15-ю альфу я вообще первый раз играю. Опыта у меня мало, играю я плохо. Так что вот. Учусь понемножечку. Эх, сейчас все железо потрачу. Все железо мое потрачу. Внутри нашего холодильника 9 градусов, снаружи 5 градусов. Давайте-ка скорость немножко увеличим. И будем наблюдать, как наши поселенцы работают. А где у нас Виталя? Виталя спит. По идее, Виталя должен заниматься постройками, а не Женя. Виталя дрыхнет. Здоровье. Нормальненько. Шрам от укуса у него был изначально. Что у тебя с нуждами? Изношенная одежда. Да, это я в курсе. Жарко. Мой друг умер. Ой, бабахнула. Виталя, подожди. Не успеваю прочитать. Такой прекрасный человек. Мир темнеет каждый день. Да, у нас умер Рома в прошлой серии. Мы его похоронили. Мы его в саркофаг запихали. Автор Тоша. Качество плохое. Так, лес горит. Лес горит, ребята. Потушите. Работа пожарная. Давайте-ка поставим Тоши. Ой, да, Тоши. Всем поставим. Потому что, когда внутри горит у нас лес, надо его тушить. Иначе сейчас все деревья прогорят. Все, Виталий затушил. Ветровая турбина работает. А вот провод мы, по-моему, не провели. Давайте-ка сейчас этим и займемся. Знаю, ребята, надо еще исследовать, изучить... Как они называются? Аккумуляторы. И сделать отдельную комнатку для аккумуляторов. Но пока что мы изучаем одежду. Так как мы играем за племя, у нас все очень долго учится. Хотя, может быть, 15-й альфе оно так и учится? Так долго? Не знаю. Так, создаем. Энергия. Кабель. Давайте-ка мы сейчас проведем к общей проводке это дело. Как-нибудь аккуратно и красиво. Так. Наверх. Ну, надеюсь, сойдет. Хотела, конечно, чтобы проводов было меньше. Но вот как-то особо не получается. Потому что помещение у нас большое. Виталий не удалось создать удобный стул. Виталий, что случилось? Почему тебе не удается создать? Так, стульчик мы сделали. Ну-ка, смогу я сесть туда? Или я уже сижу на стульчике? Непонятно. Или надо его сдвинуть немножко? И да, есть даже две шиколадочки у нас. И надо бы подумать сделать какой-нибудь киллбокс. Так он вроде называется. Но опять, ребята, вот с киллбоксом я не знаю как быть. Потому что вдруг враги придут с этой стороны, а я поставлю киллбокс сверху. Вот тоже как-то мне. И непонятно эта система немного. Хотя я смотрела, конечно же, стримы. Смотрела запись игр у других людей. Как они играют. Там уже такие профи. А я-то еще новичок. Совсем нубик. Еще не умею играть. Так, ну что, здесь почти достроили. Надо только дерево вырубить. Снаружи 8 градусов. Ну да, еще стенки не хватает. Женя у нас вовсю делает вентиляцию. Нужны аккумуляторы. Аккумуляторы. Ух, язык сегодня заплетается. Устала, ребята. А пленник что у нас? Жрет только. Жрет и сидит, наслаждается. Хотя нет, не наслаждается. Что у него по нуждам? Нос отстреляно. Левый глаз простреляно. Ребро вырвано. Кошмар какой. Нужды. Одежда. И все. И то, что он в плену. А в принципе все у него есть. Тепло, хорошо. Стульчики, столики. Все есть. Не хочет он уговариваться. К нам присоединяться. Ждем проводку. И тогда, наверное, у нас электричества хватит на электрическую плиту. Хотя мне и вот эта вот плита нравится, которая работает на дереве, на топливе. Скоро свадьба у Виталия. Саламанда приняла предложение Виталия. Скоро в течение нескольких дней или сезонов они сыграют свадьбу и пригласят на нее всех поселенцев. При желании вы можете назначить специальное место для проведения свадебных церемоний. Так, интересно. Виталий у нас женится. Саламандрочка, где ты у меня? Дай-ка я посмотрю на твои нужды и на твое здоровье. Мой друг умер. Будет еще скучать. Сколько? Один сезон и два дня будет скучать. О, уют даже есть. А здесь довольно уютно. Неудобные одежды, еда на земле. Почему на земле? Саламандра. Я же сделала вам такой замечательный стол со стульчиками на кухне. Плохое самочувствие. Носит лохмотья. Видел гниющий труп. Ага, это наверное из этого кладбища. Надо перенести вот эту свалку. Давайте-ка мы ее за забор вынесем. Создать области свалка. Куда-нибудь сюда вынесем. Пусть тут дикие животные жрут. Трупы. Теперь склад. Теперь склад. Максимальный. Запретить все. И только трупы. Трупы людей. Все, пусть перетаскивают. А отсюда надо будет склад убрать. Удалить. Все, теперь я надеюсь, когда Тоша будет свободен, перетаскает. Бедный Тоша, придется кости и трупы таскать. Занятие. Время еще немножечко ускорим. О, наконец-то достроили. Внутри температура 20 с лишним градусов. Прыгает. Так, здесь 25. Обогреватели. Обогреватели. Хм. Может быть, выключить? А то мне писали, у меня их слишком много. Бобры, грузовые контейнеры. Что это у нас? Рис, по-моему. Далеко от дома упал. Не очень. Заберем. Снаружи минус 3 градуса. Рис портиться не будет. Это хорошо. Посевы у нас больше не растут. Картошечка что-то там пытается вырасти. Ну, надеюсь, что нам на зиму хватит продуктов питания. Хотя... Хотя нет, хватит. Если что, поохотимся на животных. Все будет хорошо. Бобры. Раненый волк бегает. Кабанчики. Так. Ну, бобры пока к нам не подходят. Я думаю, не стоит их беспокоить. Дерево у нас нормально на складе. Можно не рубить. Жду торговцев. А, и кстати, совсем забыла про пивные бочки. Смотрите-ка. Уже почти готово вот в этой бочечке. Они так и останутся у нас в бочках? Или потом... Как-то их... Стоп, это что? Какой-то напиток. Ладно, посмотрим. Надо будет понаблюдать. Один без дела. Кто лентянчит? Оп. Кимми, по-моему, была. Нашла уже себе занятие. Исследование завершено. Пошив одежды. Позволяет шить сложную одежду типа брюк и ковбойских шляп. Сейчас мы займемся пошивом. А изучать что будем? Солнечные панели, питательная паста, ковка, автодверь, аккумулятор. Давайте аккумуляторы. Исследование. И теперь давайте смотреть. Производство. Стол портного. Швейная машинка. Надо и то, и то поставить. В коридорчике. Стол портного. И швейная машиночка. Три компонента. У нас же есть компоненты? Да, Женя? Ага, швейная машинка у нас электрическая. Ну, вроде бы кабель дотягивался. Шкура крысы. Шкура волка. Шкура зайца. В принципе, материал есть, чтобы одежду сделать. Ну-ка, давайте смотреть. Задание. Сделать вязаную шапочку, штаны, футболку, рубашку, плащ, куртку, пуховик. Давайте пуховики сделаем на зиму. Штучек. Сколько у нас там? Шестеро. Шесть штучек для начала. И посмотрим, кто у нас лучше всего может шить. Пока что убираем. Саламандрочка у нас хорошая швея. На десяточку прокачана. И я умею шить. Но я занимаюсь исследованием. Вот что плохо там. Пошить не смогу. Ладно, придется саламандре. Как только она у нас освободится от готовки, займется сразу шитьем. Вот, она уже приступила. Жена Виталия. Какая умница. И шьет, и готовит, все делает, все умеет. Пуховики шьет. Так, и машинку тоже сделали уже. Ну-ка, смотрим, что можно сделать на машинке. То же самое. Кто-то там бежит и зовет на помощь. Он говорит, что его преследуют пираты из поселения Бэнгер. Он умоляет о помощи и взамен предлагает присоединиться к поселению. Его биологический возраст 35 лет. Если вы согласны принять его, вам придется сражаться с пиратами. С пиратами. С пираты. У него на хвосте. Ну что ж, давайте предложим ему укрытие. Мне страшно. Я боюсь, что сейчас кто-нибудь из наших погибнет. Но игнорировать тоже будет неправильно. Ой, толстенький бежит. Толстенький бежит. Сейчас как за ним целая толпа пойдет. Все еще с винтовками, с гранатами. Хотя нет, один с ножиком. Два с ножиком. Двое с гранатами и один с дробовиком. Вроде бы. Наемник-стрелок. Так, куда ты бежишь? Давай-ка тоже будешь помогать сражаться. Что ты вообще умеешь, персона? Стрельба прокачана. Строитель хороший. Ремесленник. Ну, минусы. Земледелие. Устойчивость к жаре. Пессимист. В принципе, неплохой чувачок. Сейчас мы ему лук выдадим. Экипировать. Ну и все на боевую позицию. Будем сражаться. Налет. Быстрей, быстрей, быстрей. Так, Тоша, вставай в двери. Кто у нас еще хороший стрелок? Виталя. Виталя, у тебя дробовик. У кого-то была винтовка. Саламандра. Ладно, Саламандрочка, давай вставай в эти ворота. Надо было побольше дверей сделать. Точно, вот косячок. Ну ладно. В будущем постараюсь это предусмотреть. Остальных некуда поставить. Ой, сейчас еще гранатами будут запуливать. Тоша, пли. Ты же снайпер. Что-то они поперли куда-то наверх. Зараза. А у нас тут дверей больше. Даже, наверное, к лучшему. Саламандра, давай. Вставай в эти двери. Тоша. В соседние. В киме. Тоже иди сюда. Так. Куда бы мне? Пока сюда встану. Женю жалко. Женя с пистолетом. Так одну руку уже потерял. Ладно. Иди ко мне ближе. Вставай. Постараюсь тебя защитить и Виталия. Виталий у нас молодой жених. Нельзя, чтобы он пострадал. Как и Саламандрочка. Толстячок, давай скорее, скорее. Бери лук и присоединяйся к нашему побоищу. Так, бою. Все на боевые позиции. Вот гады. Как тебя зовут? Шизука? Виталий. Виталий, Виталий. Давай не машь. Виталия. Так, смотрим за гранатами. К Тоши бегут. Тоша, Тоша, уходи. Гранаты, Тоша. Черт. Уроды. Своего же подорвали, дебила. Так, Тоша на больничную койку. Что у тебя со здоровьем? Потеря крови слабая. Раздроблено. Торс. Раздроблен. Взрывом. Левая рука порезана. Левая почка. Раздроблена. Ой, правая ступня. Левая кисть. Кошмар. Ой, меня аж плохо стало. Так, Женя. Как они задолбали со своими гранатами. Саламандра, отходи. Саламандра, отходи. Гранаты снова. Дебилы. Тоша, давай на больничную койку. Сейчас я тебя подлатаю. Саламандрочка. Двери. Альпак убьют. Скоты такие. Альпак убьют. Альпака сражается. Так, ну-ка, Саламандрочка. Стрельни в него метко. Альпака допинала. Боевое животное. Так, всех распускаем. Все молодцы. Никто не пострадал, кроме Тоши. Потому что не успела его увезти из-под гранаты. Кими, как самый лучший врач. Ну-ка, подлатай. Оказать помощь Тоши. Быстренько. Женя. Женя, Женя. Ну, Женю немножко ушибли. Левым кулаком. Ударили с кулака в ногу и в торс. Отбились. Так. Дружочек Толстячок. Давай смотреть, что тебе можно назначить. И надо бы ему имя дать. Так. Ну, вообще, я обещала, как бы, назвать его Серегой. Так что будет у нас Серегой. Как его тут переназвать-то? Персона. Пишем здесь Серега. Лучше на английском. Все. Теперь ты у нас Серега. Серега у нас неплохой персонаж. Много чего умеет. Отдых на первое место. Надзор нет. Охотник нет. Убираем. Строитель. Строитель. Да. Можно на первое место поставить. Хотя нет. Виталий у нас намного лучше. Ставим второе место. Ремонт. Пусть занимается. Да. Неплохой ремонтник. Кузнец. Нет. Кузнец уберу. Шитье тоже уберу. Ремесло. Да. Пусть будет. На третьем месте. Носильщик. Да. Ну и уборка. Ребята. Трупы убирайте. Раздевайте их. Может быть что полезного будет. Какая-нибудь хорошая одежда. Раздеть. 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 И у нас появился плохой дробовик. Давайте-ка мы Сереге отдадим дробовичок. Серега. Давай забирай. Экипировать. Вместо лука. Дробовик в принципе хорошая вещь. Если вот так вот из-за двери высунуться и впритык запыльнуть. Хороший дамаг. Так. Стоп. И перенеси пожалуйста лук на склад. Гранаты надо будет еще унести пока не испортились. И побольше повтыкать дверей. Сейчас мы так и сделаем. Создать. Постройка. Будем если что прятаться за этими дверьми. Блоки песчаника. Вот у нас что-то такого киллбокса получилось. Что-то вроде киллбокса. Я надеюсь на это. Так. С этой стороны двери. С этой стороны немножко двери сделаем. Здесь в принципе достаточно. Хотя одну воткну. Безбоку. Ну я думаю будет достаточно нормально. Серега. Ты бы хоть оделся. В чем ты у нас одет? Персона. Нет. Вещи. Футболочка. Курточка. Дробовичок. Да. Серегу надо одевать. Потому что на улице. Хотя смотрите-ка. Температура у нас поднялась. Немножко. Девять градусов. Нет. Все равно холодно. Для футболочки. Серега у нас может заболеть. Надо его одеть. Саламандрочка все еще делает пуховички. Пуховик из ткани. Отвратный. Это наверное мы сняли с кого-то. Футболка. Штаны. Вообще по идее все вот эти плохие вещи надо в другое место переносить. Как-то можно было назначать. Сейчас посмотрим склад. Изделия. Где же у нас... А вот одежда нашла. Одежда. Где-то можно было качество поставить. Чтобы они хорошего качества несли на склад. А плохого качества. А вот оно наверное. Целостность и качество. Любое. Превосходно. Хорошо. Нормально. Давайте нормального качества будем тащить на склад. А все остальное оставлять. Куда-нибудь на свалку. Не знаю. Надо будет еще одну свалку сделать. Склад. Вот сюда например одежду. Назначить. Качество плохо. Будем сносить сюда. И одежда. Чтобы склад не захламлять. Надеюсь что я правильно делаю. Все. Надеюсь перетаскают. Ну что ребята. Сейчас посмотрим как у нас выздоравливает Тоша. Все ли у него хорошо. Тош раздроблен взрывом. Но в принципе должно. Должно все зажить. А если у нас Тоша останется сейчас без ноги и без руки. Нет, он ходил. Он сам пришел и лег на кровать. Он не может остаться без ноги. Все будет хорошо. Тоша у нас поправится. Движение ослаблено. Немного работа чуть-чуть тоже ослаблено. Сознание 97%. Все замечательно. Пожар. Пожар. Тушите ребята внутри. Тушите. Тоша ты куда? Тоша. Тоша. Иди отдыхай. Без тебя потушат. Соскочил. Раненый. Тушить пожар. Какая самоотверженность. Тебе отдыхать. Есть кому тушить. Вон саламандрочка пошла. Так. Трупик. Трупик. Что за крестик здесь? Заточка из стали. Заберем. Ну что. Никто не тушить пожар? Один Тоша только больной побежал, соскочил. С койки. Всем остальным наплевать. Серега. Серега пошел спать. Точно. Мы забыли про Серегу. У него нет своей комнаты. Бедняга. Спит в каких-то там ужасных условиях. А вот ничья. Серега, почему ты не занял эту комнату? Странно. Назначить кровать. Все, Серега, иди. Комната готова для тебя. Все есть. Даже колорив свой собственный. Ушел. Серега вышел. В свою законную комнату. Альпака у нас поправилась, ребята. Боевая альпака, которая запинала вот этого вот говнюка. Заточку из известняка тоже заберем. Ох, ё-моё. Я тушу. Серега пытается тушить. Лишь бы только этот огонь на поляне ушел. Пожар. Знаю, что пожар. Ладно, хоть здесь деревьев нету так много. А то бы сейчас лишились. Дождик, ну ливани что ли. Мне тебя не хватает. Раненый кабанчик. Тоша встал. Тоша выздоровел. Тоша, дай я на тебя полюбуюсь. Здоровье. Нет ранения. Отлично. Без последствий. И сразу же побежал тушить огонь снова. Снаружи минус один градус. Все, у нас видимо заморозки начались. Ну хоть еда не будет портиться. Саламандрочка, шеи быстрее пуховички. Электрическая машинка. Все то же самое шьется, да? Надо бы еще нашить. Шить какую-нибудь кофточку, шапочку. Не знаю, что еще надо на зиму. Может быть рубашки. По-моему, плащ нас наоборот охлаждает. То есть, когда жарко, надо плащ одевать. Пуховичок нас греет. Курточка не помню. Футболочка тоже не знаю. Может быть согревает немножко. Но вязаная шапочка по-любому нужна. Кобойская шапка нас охлаждает. Если я правильно опять же помню. Туника не знаю. Ладно. Надо все скрафтить по одной шмоточке и посмотреть. Например, штаны. Изоляция. Холод минус один. Почти два градуса. И таким образом будем разбираться в одежде. Аааа! Пожар уже выходит на поля. Виталия тушит. Тоша тушит. Блин, гребаный пожар. Так еще медленно тушат. Ну все, ребята. Наверное, мы на этом закончим серию. Продолжим в следующем. В следующей серии. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok